С каждым шагом, с каждым изданием, с каждой работой Соколы Кобылина связана своя история, не просто история, а подчас даже детективная история. Фигура страшно интересная, загадочная, и для меня крайне любопытно, как складывается культурный, литературный пейзаж XIX века, как возникает то, что мы называем сейчас первым рядом, как он сложился, и что, конечно, для нас не менее важно, это тени, те, кто остался и пребывал в тени, и как эти тени, собственно, меняли свое положение, когда двигалось время, как они сами тоже путешествовали, как вообще меняли всю конфигурацию. Например, Соколы Кобылин и Островский – это первые такие лица русского театра. они практически не знали друг друга, а то, что знали о судьбах, взаимно вызывало очень сильную неприязнь и отторжение. Островский не любил Соколы Кобылина, его игнорировал, а Соколы Кобылина просто ненавидел все, что связано с именем Островского. А встретились они уже, условно говоря, встретились гораздо позже, когда поменялись времена. И, собственно, начало 20-го века, 10-й, Серебряный век, 20-е годы – их соединили в одном общем пространстве. Ну вот, а теперь все-таки Соколы Кобылин. Почему он и чем он нам может быть сегодня интересен? Соколы Кобылина. Вот смотрите, как получилось. Это фигура, с которой произошла очень странная история. Внезапный такой успех, фурорный успех, как называли «Современники», популярность его дебюта театрального свадьбы Кричинского, которая соперничала с самыми важными театральными, драматическими комедийными пресс-Гоголем Островским. Кричинский шел очень долго, очень успешно, и как бы переживал, проходил, выныривал сквозь разные театральные волны, разные перемены. И даже считалось, что Кричинский живет своей жизнью. Кричинский правит Бау, как говорили о нем, а автор сначала, его имя как-то было на слуху и памяти современников, но в силу ряда обстоятельств, в силу того, что Соколы Кобылин уехал из России и очень много времени проводил в Европе, он вообще как бы ушел из сознания современников. И вот, что называется, Кричинский стал его альтер-эго, стал его таким тенью без оригинала, без автора. Неизвестная величина или писатель, которого нет. Вот это присутствие и отсутствие Соколы Кобылина в нашей истории, в нашем сознании. Это то, что интересно как-то понять. Стыдно признаться, но почему-то я считала его умершим. И Юрий Беляев – это такой известный журналист и писатель, и критик. Газеты «Новое время», газеты, сдававшиеся Субориным, газета, которая почти 30 с лишним лет была таким изданием номер один, который ненавидели, которым считались тоже «Новое время» правило Баал. И здесь тоже не случайная связка, потому что Исухов Кобылина и Суборин вели такой не очень длинный, но диалог друг с другом. В 1982 году на главной сцене страны, в Александринском театре, шло дело. Его назвали иначе «Отжитое время». И когда пьеса закончилась, то, как обычно, постановка была успешной, и вызывают автора. И те, кто аплодировал и скандировал призыв показать автора, они вызвали серьезное такое недоумение. Кто там взялся выкликать мертвецов из укромных могил? Вы, господа, тогда уж заодно и Дениса Ивановича Фанвизина вызвали бы на представление недоросля. Вот было такое ощущение, что, во-первых, даже непонятно, кто написал это «Отжитое время», откуда взялась эта пьеса, и автора давно нет на свете. А на самом деле Сухово Кобылин был, и ему еще суждена была долгая жизнь, был совсем не стар, но по тем временам уже считал 66 лет, это вполне такой преклонный возраст, да, там почти два десятка лет. И вот, собственно, вся судьба Сухово Кобылина прошла как бы под знаком минус. Его нет. Как это получилось? Еще одно такое хорошее суждение, мне кажется, очень важное, ключевое для понимания этой интриги сухово Кобылинской судьбы и сюжета. Это Бабарыкин, автор очень интересных воспоминаний о себе, вообще о времени, о современниках. Для писателей и того времени, и позднейших десятилетий он был как бы невидимкой, некоторым иксом. Вот, нет его, невидима, но он есть. Если вдуматься, вот мы с вами начали с того, что высветили даты жизни, да, 17-й, 3-й, 1903-й год. 85 лет. И действительно это совершенно уникальная жизнь, сквозь которую прошли целых, ну вот каких-то несколько слоев, несколько таких вех очень, несколько слов. И если это перевести на какой-то язык такой понятной калькуляции, то мы увидим, что он пережил пять российских императоров, да. Пять вот таких эпох уместилось в его долгую жизнь. Вот, и действительно долгожитель. И если как-то спрессовать и представить себе, что вот как бы вот эти годы сухого Кобылинской географии и судьбы, как-то такой театр теней тоже, то действительно и как бы на его глазах, мы не можем сказать, что при его участии, но в том числе и при его участии, сложилась классика русская, да, вот этот организм. И, конечно, вот мы тоже с вами знаем цену того, что означает жить в эпоху перемен. Нам кажется, что это такое вот уникальное свойство нашего времени. На самом деле, конечно, XIX век, и особенно вот, наверное, да почему особенно вторая половина? Он весь был отмечен такими очень резкими переменами. И представим себе вот это начало его, как его разместить к делу. Это эпоха Пушкина. Вот Пушкину уже восемнадцать, а вот декабристы случатся совсем скоро, через восемь лет. И двенадцатый год он тоже был, если не вчера, то позавчера, вот семнадцать, тысяч восемьсот семнадцать, а вот пять лет всего лишь отделяют, и отец его участник, Василий Соколоковылин, участник войны двенадцатого года. И вот эта как бы жизнь между двумя войнами, двенадцатый и пятьдесят пятый, Крымская война. Вот она здесь разместилась, вот это гнездо. И действительно вот он взрослеет, а это и что читают тогда, чем пропитанные. Это Карамзин, Жуковский, Гоголь, это лицейский Пушкин. И вместе с ним рядом Толстой, Достоевский, Тургенев, Венчаров, Герцен, Некрасов, Салтыков. Это все, собственно, он не вхож в эти круги, но он как бы все время рядом, он всех знает с той или иной степенью близости. Толстой – это просто его, ну вот вместе они в Манеж ходят. Общие. Потом отдельная история – это, конечно, тесное пространство Москвы. Это все здесь, это все дома рядом, все друг друга знают. Поэтому так остро, так катастрофически взорвется его жизнь, когда случится это несчастье, это убийство, о котором говорят сразу с начала, когда произносят имя Сухого Кобылина. А, Сухого Кобылина, ну понятно, это вот та самая история, так и не разгаданная до сих пор. Убил ли, не убил, обсуждается. Как мы видим, ну, по крайней мере, я могла наблюдать в разных там ситуациях, насколько эта тема закрывает все остальные. Убил или не убил? А если убил, то как? И, наконец, третий год – это, собственно, год его смерти. Это уже когда Чехов, когда Леонид Андреев, Бунин, Горький. Совсем другой язык, совсем другое время, другая эпоха. Мы это все время повторяем, как такой ритмотив. Сменилось все. Так же, как и сейчас. Мы сами знаем, что такое, когда на глазах и памяти вашей личной происходят вот эти революционные, поистине, вот эти микрореволюции, перемены жизни. И вот все, что с ним связано, где-то начиная со второй половины пятидесятых годов, проходит под отрицательным знаком, знаком забвения. Его все больше и больше как бы не существует. И где-то в девятисотых годах вдруг внезапно про него вспоминают. Да? Причем как? Почему? Откуда вот какие-то вещи с ним связаны как бы вне логики, вне каких-то таких обычных, объяснимых причинно-следственных связей. Вспомнили, да, вытащили из забвений и присудили, дали ему это звание почетного академика, ничего-нибудь, а именно императорской академии наук. То есть вопреки вот этому многолетнему, многодесятилетнему небытию. Вытащили, вспомнили, присудили он академик. Вот. Значит, это все такое предисловие, а теперь все-таки эскизно, но всерьез, кто это, откуда, почему все-таки Сухово Кобылин, он не присутствует, тем не менее, в самом что ни на есть центре и русской истории, и русской литературы, и театра. Ну, во-первых, конечно, это корни, это родословная, такая разветвленная, такая богатая, что не выкорчевать, да, это 13-й век, это Андрей Кобыла, это Александр Невский, вот, собственно, незапамятность, глубинарику. Отец, он участвует в войне 12-го года, он награжден всеми орденами, наградами, особенно за вот участие в битве под Лейпцигом. Он очень, очень такая интересная историческая фигура, на самом деле, о котором говорят обычно немного, и особенно в связи с тем, что его биография, она как бы отдельно не существует, а то, что существует, немножко как-то оказалось запятнанно всякими неприглядными историями, ну, из жанра Синдиноборду без ребро, когда его назначили. Семья огромная, семья необыкновенно в каких-то своих таких ветвях очень устойчиво, и вот одна из ветвей, мы ничего не сказали о матери, урожденной Шепелевой, там выксунские заводы, и, собственно, там сложилось так, что Василий Суховокадурин был по внутренней семейной договоренности, стал таким, как мы сейчас говорим, опекуном или куратором вот этих вот раздоряющихся заводов, и вместо того, чтобы как-то спасти дело, он попал под влияние управляющего, не самого управляющего, а его жены. Началась такая романическая история, которая разорила полностью, ну, очень сильно, еще нанесла урон вот этим семейным угодьям, и, в общем, как бы запятнала репутацию. Сын вмешался, Александр, и ему несколько раз приходилось в каких-то таких семейных историях резко участвовать, что не способствовало его такому, ну, как это сказать, ну, такому, что ли, гармоничному, гармоничным отношениям с родственниками, хорошим отношением. У него были отношения тяжелые, отношения тяжелые с сестрой, с Айлес де Торнинир, и здесь тоже есть о чем сказать. В общем, семья не просто богатая в родовых связях, но и не просто богатая в корнях, корнями, но и еще семейными легендами. Ну, можно себе представить, насколько был обширен семейный архив, если хранились в нем, хранились дома, в доме, и вот этот вот древнейший герб рода, и семейные исторические религии. Это все как бы было отнюдь не музейным, а такой живой средой, в которой жили, где сокол-кобылин рос. И надо сказать, что вот зная это, зная вот эту вот как бы картину, богатую в семейной истории, немножко по-другому читаешь, немножко иначе воспринимаешь все, что он написал. Написал он, конечно, очень мало. Это трилогия, куда вошли свадьба Кричинского, «Дело и смерть Тарелкина», такой убийственный фарс. Ну и вот эти вот переводы Гегеля, которые он начал там в 50-х годах, и всю жизнь и переводил Гегеля, и параллельно сочинял свою собственную философскую систему. И на самом деле, понимая вот эту картину, видишь, как сквозь… так, не хотим ничего проверять, и на что нам… А мы его вылечим. Вот. Понимаешь, что… все это просвечивает мысль о России, о ее истории и мысль о том, как Россия разрушается. Вот. Про что бы он ни писал, все его сочинения про то, как Россия уничтожает себя, как она разрушается. Вот. Что еще надо понимать? Что он живет не в России. Большую часть жизни, тому есть причины. И умер он не в России, а умер в Болье, это рядом с Ницей. И вот два совершенно разных типа жизни, да, образа жизни. Тургенев, современник, вот он, собственно, один из ближайших знакомых его сестры, родной Евгений Тургенев, да, и Сухово Кобылин. Абсолютный такой аутист в этом смысле. Тургенев, он часть западного, часть французского литературного мира. Сухово Кобылин абсолютно как бы живоизолированно, да. Вот. И еще что, вот он как бы, знаете, такое ощущение, что когда читаешь его дневники, читаешь его письма, читаешь его тексты, вот он как бы такая фигура, которая существует в своей оболочке всегда, да, в таком, в какой-то своей капсуле, в своем коконе. И на самом деле вот он как бы сложился, он созрел, он воспитался в сороковых годах, да, он учился в университете. И вот, собственно, вот все, что есть Сухово Кобылин, это как бы восходит вот к этой юности сороковых годов. И он таким остался. Он таким остался. И вот поэтому еще отчасти его так и воспринимали, и его считали таким анахронизмом. Вот, ну, если как-то заглядывать туда, вот за кулисы жизни, видишь, насколько он одарен. Он учился на физмат-отделении философского факультета в университете. Он, просто вот его собеседник и друг Герцен, его сочинение, надо сказать, вот читаешь эту дипломную выпускную работу, она была отмечена золотой медалью. Но видишь в ней все. Видишь в ней уже будущего Сухово Кобылина, потому что в ней и математические расчеты, да, вот равновесие гибкой линии в применении к цепным мостам. И какую-то необыкновенную художественную одаренность в тех описаниях, которые он там делает, да, вот как он описывает эти гибкие линии. И потом он скажет в одной из своих таких философских эссе, что его пьесы в трилогии соединяет вот эта гибкая линия и мосты. Это как бы образ этой идеи его преследует, сохраняется. А вот и его сестра, видите, Елизавета Васильевна Сухово Кобылина. Она на два года его постарше, вот в 15-й год. И не случайно здесь второй портрет. Это Николай Иванович Надеждин. Он критик, он молодой, одаренный, яркий профессор словесных наук в университете. Он философ, он журналист, он много чего, чем занимался прекрасно. Он из семьи, он из духовенства, да, такого сельского духовенства. Семья сельского дьявола. Почему он здесь? Почему они вместе? Николай Иванович был приглашен юношей, молодой человек. Это в правилах так, да, вот молодой профессор университета. Предвлашен к домашним преподавателям, вот к этим вот подросткам, да, вот только складывающимся, сложившимся молодым людям, к сестре и брату, к Елизавете и Александру. И начался роман, вспыхнуло чувство между Елизаветой, но обычная такая очень история, да, учитель и ученица. Переписка опубликована, сохранилась романтическая история. И уже все задумано было, продумано было. Понятное дело, что это из альянса нельзя, не могут разрешить даже представить себе. Но, тем не менее, было все продумано и рассчитано, она готова бежать. И скандал, страшный скандал, об этом узнали. Да и надо сказать, что и сам Надеждин в какой-то момент, в последний момент отказался от этого плана. Все это здорово описано не раз. Кетчер, переводчик Шекспира, друг Герцена. Вот все из этого же круга человек напрасно ждал их на бульваре Тверском с уже заготовленными лошадями, не вышли. Сам Надеждин не появился, Елизавета, ее не выпустили. Вот, и эта история стала публичной, да, и, в общем, Надеждину отказали от дома. Елизавета очень сильно заболела. Представьте себе ситуацию, что, собственно, он же и преподаватель в университете, куда наутро или в ближайшие дни должен явиться брат для того, чтобы сдавать ему экзамен. И он собирался, да, и Надеждин было известно, что Александр хотел вызвать его на дуэль всерьез. И вот старший Аксаков вообще с младшим Аксаковым Александр очень дружит. Они там чуть ли не каждый день после университета то в одном, то в другом доме. Вот, и Аксаков написал, по-моему, очень точно, напитан лютейшей аристократией, да. Вот это высокомерие по отношению к тому, кто не ровня. И вот он таков, да, вот таков совершенно, да, и сердцеед, и в архиве есть переписка, там безымянный, да, вот этот донжуанский список сухового. Ну, он многим таким списком даст форум, да, он велик. И, собственно, вот то, что сказано с свадьбой Кричинского, я специально как-то подобрала, но очень точно как бы о Кричинском. Это понятно, что Кричинский альтер-эго и, так характеризуя, такой портрет ему давает, да, он пишет о себе вместе с тем. Ещё в университете путил порядком, а как вышел из университета, тут и пошло, и пошло, как водоворот какой. Это надо ещё учесть, что это говорит о своём барине, слуга Фёдор, да. То есть тут как бы такая двойная оптика, ирония. Знакомство, графы, князья, дружество, попойки, картёж. И без него молодёжь просто и дыхнуть не может. Теперь женский пол опять тоже. Какое количество у него их перебывало, так этого и вообразить не можно. По вкусу он им пришёлся, что ли, только просто отбою нет. Это письма, записки, цедули и всякие, а там и лично. И такая идёт каша, и просит-то, и любит-то, и ревнует, и злобствует. Ведь была одна такая, такая одна была, богатеющая, из себя могу сказать, красоточка. Ведь на коленях перед ним по часу стоит, бывало ей-ей, и богатая, руки целуют, как раба какая. Власть имела, просто власть. Сердечный денег, да я думаю, тело бы за него своё три раза прозакладывало. Вот это очень точно про Сухового, вот как бы подтверждается той обширной перепиской, письмами, да, его писем нет. А вот те, кто письма, записки, цедули и всякие, это вот точно. И вот мы наконец подошли к этому, к такому очень случаю в его жизни, который во многом как бы определил всё, как пойдёт дальше. Он пользовался, ну он был, семья была очень состоятельна, он не служил, закончив университет, и считалось, что это, ну как бы вот такой выбор его, он имеет право, он презирает всякую зависимость такого рода. И он по Европе путешествует, он слушает лекции в Гейдельбергском университете учеников Гегеля, он в Париже. И вот в Париже в 41-м происходит эта встреча с молодой мандисткой, романтическая встреча с француженкой Луизой Симон-де-Манш. И вспыхнуло, да, то ли правда, то ли нет, то ли вот оба романтически настроены, но тем не менее он взял предложение, пригласил её в Москву. И она приехала, она согласилась. И, собственно, её полюбила семья. Ей доверяли, ей доверяли сёстры, ей доверяла матушка, с ней советовались. Она была вхожа в дом, обсуждали моды, доверяли её вкусу, обсуждалось меню, почти ежедневное меню Александра. Она знала все его привычки, все его пристрастия. И вот всего 9 лет такой жизни, сразу как бы перейду к финалу, зверское убийство в 1950-м году. Да, действительно, история совершенно тёмная, непрояснённая. Сразу дело пустили по нескольким руслам, сразу сделали так, чтобы попали, и действительно были основания, что это припасные, это слуги. Но, тем не менее, очень упорно как-то развивалась, бытовала версия того, что это убийство, умышленное убийство, и к нему причастен сам. Вот Толстой, да, Толстой, в котором знакомый, Толстой, 50-й год, это всё, он тоже в Москве. Вот он пишет, тётушке Иргольской, некто кобылин содержал юную госпожу Симон, который дал послужение двух мужчин и одну горничную. Этот кобылин в раньше связи с госпожой Нарышкиной, рождённой Кноринг, женщиной из лучшего московского общества и очень на виду. Да, вот интересно, как этот слух потом пополз по Москве, как его обсуждают, как о нём пишут, и потом даже этот сюжет убийства войдёт в разные литературные тексты. И рисков в романе «Некуда» про это напишет, вот как бы такой роман с ключом, где узнаваемые люди и незнаваемые имена. Кобылин продолжал с ней переписываться, несмотря на связь с госпожу Симон. И вот в одно прекрасное утро госпожу Симон находит убитой. Верные улики показывают, что убийцы её собственные люди. Это куда ни шло. Но при аресте Кобылина полиция нашла письма Нарышкиной с упрёвами, что он её бросил, и с угрозными по адресу госпожи Симона. Таким образом, и с другими возбуждающими подозрения причинами предполагает, что убийцы были направлены на Нарышкиной. Сразу скажу, что это одна из фантастических версий. И просто любопытно на этом примере увидеть, как рождаются слухи, и как возникают эти интерпретации. Нарышкина, имя здесь мы её принесли, прав Толстой, говоря, что это такая очень заметная фигура в Великосветском обществе Москвы. Её называли «Зеленоглазая сирена». Её портреты есть, словесные портреты. Но если как-то их суммировать, то она действительно подходит под такой типаж роковой женщины. Некрасивая. Она некрасивая, но обладала каким-то удивительным природным обаянием и очень острым умом. После скандала она сразу уезжает из России практически быстро и выходит замуж за сына, за Александра Дюма. К тому времени, когда начался её роман с Сухого Кобыльным, она была замужем за Кнорингом. Таким довольно укропным московским чиновником. И потом не сразу получила развод, но получила. Кажется, что случилась эта скандальная история и больше всё. Она как бы уходит в тень, тоже пополняет этот театр теней. Но это не так. Это не так, потому что если внимательно читать дневники Сухого Кобылина, они частично опубликованы, то несколько раз в 56-м, но до своего отъезда, по крайней мере, за границу, несколько раз глухо упоминает о том, что Нарышкина здесь, неподалёку, и он даже с ней несколько раз встречается и пишет, насколько всё поменялось и страсть ушла. В это время у него уже другой роман, видимо, один из многих параллельных, несмотря на то, что случилась эта трагедия, случилось это убийство, которое он непритворно переживает, не только потому, что оказался как бы просто вот внутри этого судебного процесса, и над ним всё время вот это обвинение висело и долго не снималось, но всё равно он непритворно горюет, потому что пишет об этом непублично в своём дневнике, насколько он осознал привязанность и потерю к Луизе Симон. При этом параллельно, видно, идут другие истории, имена, имя одной, по крайней мере, которое явно присутствует рядом, то ли зашифровано, то ли оно действительно реально принадлежит этой даме, некая анаис, и не исключено, что это дама полусвета, которой у них немало, и это вообще вот такая отдельная категория, такой сорт дам, которые имели достаточно большое влияние в, скажем, вот такая дама полусвета была любовницей министра двора Адлерберга, под началом которого находились в 50-60-х годах императорские театры мадам Буркова. И, собственно, вот дружба мадам Бурковой и анаис, вот пассии Сухого Кобылина во многом и помогла тому, что свадьба Кричинского была поставлена не только в Малом театре, но и на сцене Александринки. Вот, ну, вот эта зеленоглазая сирена, которую считает, да, вот причиной всего вот этой жуткой скандальной истории, было общее творчество Хавок Кобылина, да, да, демонический инфернальный характер. Да, конечно, то, что причастна Надежда Нарышкина, это факт. Вот, вот, но была еще другая причина, почему она уехала, почему она уехала в Париж. Она ожидала ребенка, ожидала, вот отцом ее был Сухого Кобылина, и в 51-м году родилась девочка, и она жила в доме Надежды Нарышкиной и Александра Адима. Сына как приемная дочь, как сирота Луизы, и у нее была другая совершенно фамилия, Луиза Вебер. И надо сказать, что, да, конечно, Сухого Кобылина и виделся с ней несколько раз, он знал о ее существовании, и потом он добился того, что Александр III ему разрешил удочерить Луизу, сохранилась эта переписка, обращение, неоднократные обращения Александра Сухого Кобылина к императору. И, значит, вот такое разрешение получено, она вот, законная дочь, законная наследница. И именно она передала Бонч-Бруевичу в 20-х годах весь архив. Ну, вот, по крайней мере, вот тот архив, который сохранился. Итак, мы на этом останавливаемся, потому что, собственно, вот все здесь спеклось. Вот он, как бы, главный узел. Его дважды арестовывают по обвинению в убийстве. Его оправдывают только через 7 лет. Вот 7 лет, как бы, пребывания в этом уголовном процессе. Так получилось, что нет виновных, да, и он, так получилось, что благодаря обращению матери, отца, казалось, что это только вот мать, там и мать, и сестра принимает активное участие, потому что императрица Мария Федоровна очень благоволит его второй родной сестре Евдоки, которая была довольно известной художницей. По крайней мере, вот такой первой женщиной-художницей, которая получила медаль Академии художеств. Вот, значит, усилия дали результат. Усилия очень большие, усилия семьи. Его оправдали, но вот этот шлейф подозрений за ним тянулся до сих пор. Любопытно, ужасно, как в 901 году он приезжает в Россию, то есть сколько ему уже, за 80 лет, и его приглашают в Ярославль в празднование юбилея Русского театра «Волковские дни». И с ним рядом никто не знает вообще, кто этот старик, да, такой старик с мощной бородой окладистой. И вот еще раз, да, вот этот эффект удивления. Живой мертвец восстал из могилы сухого кобылица. И вот когда ему дали слово, а на сцене шла свадьба Кричинского тогда, ну, как бы такой мемориальный спектакль. Когда ему дали слово, молодой Бахрушин, он сидел рядом и потом он в своих воспоминаниях пишет. Ага, теперь все сложилось в одной картине, это тот самый, о котором вот этот шлейф истории, шлейф легенд тянется. И этот точно мог убить. Вот такое начало в нем, что ли, разбойное начало, разбойничье начало, как пишет Бахрушин, почудилось ему. Вот, был в тюрьме, сидел на гонгтвахте недалеко от Мясницкой. Вот, и много чего там насмотрелся. Был я заперт в секретный чулан, обстину с ворами, пьяную чернью и безнравственными женщинами. Вот тут что-то произошло все-таки, вот тут какие-то вещи начали как-то, какой-то химический состав поменялся. Именно там он на гонгтвахте сидя начал писать, начал набрасывать и, в общем-то, закончил практически свадьбу Кричинского. Вот, и смотрите, идет следствие и параллельно на сцене Малого театра ставится первая его пьеса, премьера в 1955 году. Как он это описывает, свое состояние и сколько вообще он ставит на карту вот этой премьеры и этой пьесы. Трудно передается, да, трудно передать словами. Это пьеса, это постановка, это публика, это какой-то, знаете, такой жест сухого ковырена, как... Я ничего лучшего даже не могу подобрать, вот чтобы представить это, как... Вот в «Медном саднике» Евгений, уже как бы будучи таким безумием охваченным, он подходит к памятнику и грозит ему «Ужо тебе!» И вот это тоже такой жест «Ужо тебе!» Свадьба Кричинского написана и поставлена. Да, действительно, он признается, судебный процесс надвое разрубил жизнь. Да, вот он совершенно другой был – до и после. Хотя остался прежним, да. Семейная жизнь никак не складывается, как будто бы какой-то рок преследует, пройдет восемь лет после вот этой смерти роковой. Он хочет жениться, он хочет создать какой-то такой нормальный дом, нормальную семью. И вот его все там круг близких пытается, предлагает ему очередную невесту. Вот она и с таким, каким-то совершенно суховокобылинская логика начинает срабатывать. Она умирает через год после свадьбы от чахотки. Пройдет еще там несколько лет, и в 67-м году появляется англичанка Эмилия Смит. И она умирает, схватив воспаление легких через четыре месяца. А в 99-м году, в 1899-м, произойдет еще одна страшная беда, потому что сгорит его, их семейная усадьба в Ковылинке. И не просто пожар, а он несет огромную часть, сильнейшую часть семейного архива, его работ, его там философских остались какие-то. Ну, в общем-то, это отрывки, обрывки, по которым мы реконструируем целое. Вот, надо мной стряслась такая масса неотразимых трат, затрат, утрат, растрат, потрав, захвата лугов, хищения лесов, разносы инвентаря, что результат целой жизни ноль. Очень такое горькое признание. И вот вся жизнь, она как бы, он не здесь и не там, нигде нет дома. Чем дальше, тем острее вот это бездомие. И какое-то такое... Побудет здесь, переедет в другое место. Я относительно России пессимист, ее жалею, хулю, но люблю. Мне она всегда была мачехой, но я был ей хорошим, трудящимся сыном. Здесь, в России, кроме вражды и замалчивания, ждать мне нечего. На самом деле, я России ничем не обязан, кроме клеветы, позорной тюрьмы, обирательства и арестов меня и моих сочинений, которые и теперь дохнут в цензуре. Ничего, кроме свадьбы Гречинского, в каком-то таком авторском виде не ставилось. С большим трудом пробивалось к зрителю. Итак, все-таки, смотрите, сколько... Вы говорили о том, что он одарен необычайно. И кто он на самом деле? Что он говорит? Я остается нужен в остатке. И кто он? Писатель, философ. Он называл себя философом, потому что параллельно с работой над грамматическими сочинениями, у него постоянно, знаете, такое ощущение, что у него всегда было два стола рядом. И за одним столом он пишет свои философские либо сочинения, либо переводит. А рядом комедии. И когда держишь перед глазами в архиве вот эти рукописи и те и другие, мы просто поражаемся тем, насколько они обмениваются друг с другом. Вот он, переводя Гегеля, может на полях записать какие-то несколько фраз, которые перенесены сюда из его драматической, там, из «Свадьбы Кричинского» или из «Дела». И то же самое мы видим, как фрагменты какие-то философские они передаются и вкладываются в уста персонажей. Он называл себя русским Гегелем, очень серьезно, да. И сухой остаток, три пьезы. Но это чуть больше, чем комедия, одна комедия Грибоедова. Вот он из тех же, кто написал немного, но очень, как бы, это очень остро, очень, как Набоков сказал о слове сухого кобылина, Гоголя, вот такого типа слов, он как еж под череп забирается, да, вот так и здесь вот это все забралось, куда-то проникло. Совершенно, наверное, дело не только в том, что тут цензура виновата, не пропускали, вот он не ко двору, совершенно как-то это не вписывается в привычные рамки, кроме «Свадьбы Кричинского». Все не так, все какое-то другое. И не случайно, когда уже пришла пора его вернуть после ухода, его после смерти, это уже 20-й век, вот о нем, мне кажется, очень точно сказал критик Дмитрий Голицын. Он написал фарс, да, ну про смерть Тарелкина, но и имея в виду вот всю трилогию в целом. Он написал фарс, невероятный, сбивающий с толку, как самые крайние измышления Козьмы Прудкова. «Свадьба Кричинского» совершенно парадоксальная штука, мне кажется. Это и веселая такая комедия, как будто бы она вписывалась очень, как-то была понятна на фоне водевильных таких историй, на фоне водевильных. А вместе с тем, там уже чувствуются такие сигналы того, что появится и дело, и вот этот фарс смерти Тарелкина. Вот мы помещики, старая оболочка духа, та оболочка, которую он, дух ныне, по словам Гегеля, себя скидает и в новую облекается. Где и как? Этого Гегель и сказал, и предоставил решить истории человечества. Это ее секрет. Вот это вот, что он сделал, что он нашел, он нащупал, он сумел найти форму, способ, язык для того, чтобы как бы уколоть и найти способ представить вот ту самую иррациональность, которая присуща России, российской истории, российскому бытию, российскому устройству. Ну и, конечно, одно из его таких художественных открытий и прозрений – это фигура Расплюева, это его открытие. Вот, действительно, он же ведь может, он угадан очень точно. Он тот, который полностью обретет свою плоть и реальность уже в 20 веке. Здесь просто это Игорь Линский в роли Расплюева. Вот, ну и мы видим, да, вот еще одна темь, которая живет своей жизнью, да, Криченский и Расплюев. Это такое вот как бы историческое прозрение, пророчество, не даром, да, вот это имя, все просто, к нему возвращается и Салтыков, и многие-многие другие там литераторы, да, и не случайно, да, вот насколько это угадано точно, появилось даже слово такое, понятие Расплюевщина, да. Вот, историк Костомаров обращается к студентам университета. Вы, господа, начинаете свое поприще репетиловыми, а окончите Расплюевыми, да. Вот они, границы с задами. Вот, нет биографии, нет лица, и в свадьбе Расплюев уже появляется, но он еще такой водовильный, но и неводовильный персонаж, потому что он как бы все время вот под контролем Кричинского, он его партнер, и у него есть уже своя история. Мы узнали, в деле его нету, он как бы за кадром, но мы знаем, да, он назван, потому что он дает ложные указания, показания. И, собственно, вот на этой почве, броняя ложных показаний, разрастается дальнейшая фантазмагурия. А зато его час, его правит Бал Расплюев в смерти Тарелкина. Это там уже оборотень, и вот этот абсурд бездокония делает его главным действующим лицом. У меня дрожать будут, все раболеты строить будут. Второе, еще одно открытие Сухого Кобылина – это Тарелкин. Тарелкин, значит, наверное, третий такой, три открытия. Он и двойник, и Кричинского, и Расплюева, и вот он ставит такой очень точный диагноз бюрократии. Мы на себя руку поднять не можем. Почему его, почему запретили и дело, и смерть Тарелкина. И только в 1982 году в Малом театре спустя 20 лет первый раз пошли эти пьесы под таким скрытым названием, переиначенным, чтобы не угадать отжитое время. Вот. Итак, мы уже подводим некие итоги, да. Судьба у них очень трагичная у пьес. Уничтожающие рецензии. Пьеса бессвязная ерунзива. Ой, спасибо, заканчиваем уже. Вот. Просто посмотрите эти диалоги, да. Тарелкин. Да, всю кровь высосали, да дадите ли вы мне воды, когда его мучают. Да, разгадав вот этот театр, который, балаган, фарс, который у нас строит, змеиные утробы, что это, какой жар стоит, какой солнце печет меня. Я еду в Алжир, там, бухту, какая спустиня. Людей нет. Все демоны. Это допрос Тарелкина. Вот. Ну, не увидели, да. Вот все, как одна почти рецензия, все убитые, уничтожающие. То есть, с исключением свадьбы Кричинского, говорю я. Да, даже когда разрешали, то там уже сколько лет, десятилетий спустя, все это было не к месту, да. Вот время упущено. Сороковые годы, да, все это у хранения, отжитое время. Это какая-то странность. Почему? Потому что это все как-то было прочитано, поставлено, угадано, разгадано позже. Вот в девятисотые, десятые годы и дальше, да, в смерть Тарелкина ставилась, как название, вот у нее веселые расплюевские дни. И в Александринске ставят всю трилогию несколько раз. И, собственно, один из тех, кто вернул имя Сухово Кобылина, это Мерхольд. Мерхольдовские постановки с участием Михаила Чехова, очень спорный, очень острый, интересные воспоминания Андрея Белого. Не воспоминания, но в письме, там, адресату. Описывает, как он видел Михаила Чехова в роли Муломского и как он увидел как бы в этом исполнении диккенсовских стариков с таким каким-то своим надрывом, да, надломом. Вот, совершенно эпохальная в 50-х годах постановка. Это в Ленинграде, в театре Евгения Совета Акимов поставил дело. Вот, ну, Ленинграде его как раз была, как бы, вот эта дорога сухово-кобылинская, освоенная уже в 20-м веке. Это, ну, Блок видит в театре сухово-кобылиной символическую драму, ну, и, конечно, один из тех, кто очень близко подошел к сухово-кобылину и прочитал его, и как бы впустил в себя, это Николай Эрман и его самоубийца, булгаковские прессы, тоже не без сухово-кобылина. 20-е годы, вот его время, вот его возвращение. И, собственно, как к нему возвращать, с какой стороны. А вот с той самой детективной, убил-не убил. И два Гроссмана, дальние, ну, да, дальние такие родственники, Леонид Гроссман пишет, преступление сухово-кобылина, 27-й год. И через 9 лет Виктор Гроссман напишет, дело сухово-кобылина. И, собственно, вот, чем цена книга Виктора Гроссмана, он впервые привел, опубликовал самый детальный отчет о той экспертизе, которая была проведена, как приложение. И, как бы, это подробности, детали этой истории, такой уже обросшей мифами, стали, как бы, доступны публичными. И вот эти две книги, один за то, что убил Леонид и, как бы, Виктор Про и Контра, да, вот эти сухово-кобылинские, вот они вызвали немало всяких обсуждений, и вот таким образом еще раз вернулось это имя. И даже столько пародий, столько каких-то анекдотов вокруг вот этого диалога двух Гроссманов ходило. Гроссман Гроссману летит, Гроссман Гроссману кричит, в чистом поле под ракитой, труп француженки убитой. И, собственно, дальше уже, как бы, и сухово-кобылин стал отчасти персонажем, и его сценическая судьба, в общем, эта сценическая история, это уже история 20 века. Вот на этом мы с вами заканчиваем разговор о сухово-кобылине будет. Значит, вот мы скажем, наверное, о том, что совсем скоро будет конференция. Скажите, пожалуйста, там у сестра, сестра, честь которой он защищал, она потом вышла замуж? Да, ну, честь сестры он, как бы, защитил, но, в общем, практически навсегда с ней рассорился, их связывали, у них были тяжелые отношения. Да, она вышла, ее увезли, увезли за границу, Европу, мать, родители увезли, и фактически выдали замуж за французского подданного, графа Салиаса де Турминира, отца ее дочери и сына. Вот сын Евгений Андреевич Салиас де Турминир, романист, и дочь Мария, которая была замужем за очень известным человеком Иосифом Горко. Вот эта линия Горко, генерал, военный, он занимал высокий пост в Варшаве в 80-х, 90-х, 80-х годах, и вот, собственно, Салиас, Евгения Тур, Салиас де Турминира, она, в принципе, журналист, переводчик, писатель, провела свою очень нелегкую жизнь, потому что этот Анри Салиас де Турминир, граф, он, в общем, их оставил, был костерник, дуривян, бритер, и, в сущности, она одна вырастила вот этих двоих детей. Вот она, красотка, вот здесь. Да, это уже 80-е состояние. Ну, да, а там 70-е, но это там своя тоже. В Калуге она часто... А где он родился? Может, я прослушала? Муж? Нет-нет, сам. Сам. Семья московская, да, вот здесь дом не сохранился, но это Страстной бульвар 10-9, да, 10-9. Ну, где, пожалуйста, детство, да. Вот это московская цапография, ну, родился в Москве. Еще кто-то? Какой у него был мотив убивать ее из-за этого поля? Что, простите? Мотив убить, не убивать, не убивать. А, да, вы знаете, почему он меня... Еще раз, вверх, еще раз, раз вечера, посмотрите. Ну, да, мотив... Почему он убил, да? Да, ну, кажется... Зачем он ее убил? Если убил. Если убил. Да, почему его даже обвинили? Потому что кажется, что он не мог. Вы знаете, ну, показания давали, да? Ну, во-первых, было известно, что она очень переживала роман Сухову Ковылина с Нарышкиной и очень ревновала. И даже есть такое описание, что она... Ну, это все как бы легенды, и многое не документировано, но свидетельства такие есть, что она знала, что он проводил время в доме Нарышкиных, и был вечер, и там был один из жемчужниковых, он вот давал эти показания. И она просто как бы маячила все время там, и в каком-то смысле, наверное, даже следила за Сухову Ковылину, за Александром. И, в общем, ее такое, видимо, уже присутствие просто в его жизни стекотило, да? И, собственно, явно вот ревность. У меня вопрос. Скажите, вот Надежда уехала в общество французское, где они воспринимали российский друг неожиданно, в чужие малоизвестные люди, выходит замуж, там, за сына Дюма, младшего. Вот сестра выходит замуж за высокопоставленную. Это связь была какая-то с Россией? Как можно попасть вот так, в маленькие зла, понимаете? Ну, это же надо понимать, как было устроено общество в XIX веке, и как раз естественным путем туда попадали люди, ездили немало, да? Был свободный выезд, и, в общем, Сухову... в своем, в 55-м году, вот какая радость, я, наконец, получил паспорт, теперь я свободен и могу расстаться с Россией. Ездили совершенно естественным образом и русское общество, и французское, и те, и другие, и в ту, и в другую сторону, беспрепятственно, и очень тесно общались между собой вот эти культурные слои, культурные круги. Тургенев, Полина Виардо, история, да, известная, как Полина Виардо приехала в Петербург, в Россию, как они познакомились с Тургеневым, как Тургенев был влюблен в Полину Виардо, и, собственно, очень большую жизнь проводил, большую часть жизни проводил не в России, а во Франции, был как бы рядом с вот этой семьей Виардо. Прошу, пожалуйста, вы нечислили меня новость, что до 50-х годов это было ограничено, право мы из людей? Ну, вот оно было ограничено из-за того, что не было паспортов. Вот ты правильно, я помню, я помню, из войны, фразы, из войны, фразы, анатолий был паспорт. Да, и это было уже знак из-за того, что можно было там, ну, как бы, на таких правах долго... Да, или это люди вот из высшего света, когда там у Курагины относились? Именно высшего света имели право получить эти запорничные паспорта. Выше света? Выше света. Ну, естественно, потому что... Ну, господи, как все похоже, господа? ...другого. И вот векование 56-го года сухого кобыльного, что вот он наконец получил право на выезд. Покинуть... Вы что, вам скажите, механизм его... Да, покорный стерен был, кто как ушел на свете? Он наконец... Где завез? Мы куда-то, молодец. Дорогика, поняли? Да, еще раз. Да, еще раз. Во-первых, у него были... Друзья, ближайшие друзья посреди первого ряда актеров. А то есть промоушен так... Дух, собственно, первые его слушатели... Ну, как это было устроено? Домашнее чтение сначала. Вот на домашнем чтении... Сейчас читки происходят, так точно так же это читка. Тот первый слушатель... Слушатель Михаил Щепкин. И именно Михаил Щепкин был таким редактором. Он советовал из сухого записывая в дневнике, что говорил ему Щепкин, как он прислушивался к его советам убрать сцену, сократить. Звучит так, звучит иначе. Он как бы... Вообще актер в 19 веке, в 50-х годах, это главное лицо, первое лицо театра. Нет режиссеров, нет репетиций. Режиссерский театр возникает только в конце 19-го, в начале 20-го века. Правый звал актер. И вот актеры, да, вот Садовский для актера, для бенефиса предлагает свою пьесу. Ему хотелось, например, для бенефиса Мартынова в Петербурге, но ему создают всякие препятствия. Спасибо. У него были какие-нибудь проблемы с цензурой? Здесь вся история... Не перерабатывалась ли какая-то ухода в цензуре? С цензурой ты был. Нет, вот... Наверное, надо... Были какие-то более ранние варианты, может быть? Не было таких историй, где нет проблем, без цензурных проблем. Все. Вот вся история Сухого Кобылина – это проблемы с цензурой. От первого до последнего шага. Если как-то все-таки свадьбу Гречинского удалось провести на сцену, то все остальные пьесы, вот эти... Нет, я к тому, что, может быть, сохранились какие-то неподцензурные варианты. Все собрано, все сохранилось, и... Ну, не все, конечно, но, разумеется, и цензурные экземпляры есть, и есть какие-то, ну, те фрагменты пьес, когда, собственно, переписывали, и он надиктовывал то, как это было первоначально. Но вообще это задача, знаете... Вот в наши времена, интересно, ставь, по какому тексту? Какой текст считался канонистский? Они разные тексты, потому что, вот, например, «Дело», которое, как о «Джетое время» в 1982 году, о чем речь шла, идет на сцене Александринки. Это именно тот вариант, цензурный уже вариант, с учетом цензуры, но это его авторгом. А есть... Ну, то есть, каждый случай, он индивидуальный здесь, естественно. Ну, потом он все-таки издал в 69-м году, вот, сам, да? Сохраницы издал. Сам издал трилогию и подарил ее своему университетскому товарищу, журналисту, издателю, очень известному в то время журнала «Русский вестник» Михаилу Коткову. И во многом вот это издание, да, те варианты, которые он сам включил, в чем нужно, ну, на него ориентируются, потому что... Уже в наше время. Ну, да. В наше время, конечно, так много. Нет, ну... Ну, да. Но вопрос канонического текста ответа не имеет. Задача еще на исследователей – собрать разные варианты и посмотреть, как что меняется. Тут очень увлекательная текстовая. Спасибо. Спасибо. Спасибо.